Сломанное крыло, поврежденный клюв, травмы лап. Юная жительница Твери и будущий ветеринар Анастасия Шарова оказывает квалифицированную помощь птицам. С доктором для птиц встретилась наш корреспондент. В заботливых руках Анастасии побывало уже множество разных птиц. Девушка спасает попавших в беду пернатых, раненых, покалеченных, с поломанными или перебитыми крыльями, а также выкармливает птенцов. Сейчас Анастасия помогает ястребу по кличке Флоки. В свои три года он только учится летать. Его прежние хозяева, фотографы, постоянно держали ястреба на привязи. Из-за этого у птицы развился ряд серьезных заболеваний. Поэтому лечение пернатого проходит под пристальным контролем Анастасии. Сейчас он наращивает мышечную массу, разрабатывая свою дыхательную систему, потому что она была в полном застое. Птица не летала. Сейчас он летает по 300 метров каждый день. Небольшими участками, перелетает на метров 7. Я его забираю обратно, сажаю на перчатку, отхожу и он опять летит. Девушка учится на ветеринара в Волоколамском аграрном техникуме. Затем планирует получить высшее образование. Анастасия рассказывает, что птицы интересовали ее с детства. Началось с птиц, которых я сама находила. Это были сначала синицы, которые свалились здесь же у меня дома из гнезда, которые они сделали между бриток в гараже. И я начала их выкармливать, искать информацию, знакомиться с людьми, которые мне подсказывали по выкармливанию, по тому, куда их дальше передавать. Конечно, будущий ветеринар старается помогать всем пернатым. Однако, такое не всегда возможно. Ведь место для спасения птиц – дом Анастасии. Иногда всем не хватает пространства. Каждая птица должна находиться отдельно друг от друга. Кроме того, требуется соблюдать карантин. На данный момент, помимо ястреба, девушка помогает голубю и сычу. Птица травма крыла. Ищу как раз попутку до Москвы. Рентген уже будет делать врач в Москве и смотреть, что там конкретно с крылом. Я так подозреваю, что там либо перелом каких-то костей, которых я не смогла нащупать, типа ключица, каракоид. То есть ни плечом, ни предплечья, ни кисть. Либо это травма мягких тканей. Типа растяжение, уши. К сожалению, в Твери у нас нет сейчас специалистов-ветеринаров по птицам. Поэтому Анастасия вынуждена обращаться за консультациями в Москву. Кстати, помимо своего времени, Анастасия зачастую покупает карма и лекарства за свой счет. Хотя есть и донаты. К слову, как у волонтера, птицы живут временно. Потом они либо отправляются в реабилитационный центр, либо на волю. Это связано с тем, что птицы, по словам девушки, не приспособлены к жизни у человека на постоянной основе. Когда приезжают птицы, они передерживаются, транспортируются и там уже какое-то время у меня живут. Самое удобное и лучшее – это картонная коробка обыкновенная. То есть когда она ходит птицу и обращается ко мне, я сразу говорю, в картонную коробочку. Там дырки для вентиляции, чтобы птица молодышать. И отправлять только в картонную коробку, потому что иначе птица может в клетке, либо в каком-нибудь, не знаю, в ветре, либо выбраться, либо в корзине, либо сломать себе перо. Это очень критично. В будущем Анастасия намерена пройти специальную стажировку для оказания квалифицированной помощи перната. Так что, возможно, через несколько лет в нашем городе все-таки появится свой птичий доктор. Кстати, у Анастасии есть группа ВКонтакте «Помощь птицам Тверь», где она размещает информацию о пернатах. Кстати, девушке не помешает помощь волонтеров, поэтому кто неравнодушен к судьбе птиц, могут оказать свою посильную помощь.